всем привет это канал евгения саженцева я психолог практик работаю самозанятой вся моя деятельность зарегистрирована на государственном уровне выдаю чеки по запросу где указано все и мой и н.н. фамилия имя отчество и так далее поэтому у вас не должно быть никаких сомнений о том что я это я но тем не менее на моем яндекс цен канале продолжается атака хейтера под ником наталья наталья она утверждает что мое видео это не мое видео что мое лицо это не мое лицо что я живу не в свердловской области в питере что ее телефон прослушивается и ее камера используется для того чтобы наблюдать за ее жизнью то есть некая теория заговора плюсом ко всему еще она приплела сюда всех психологов с дзена том числе которых я даже лично знаю и лично общалась почему я не удаляю этого человека во первых потому что я уже написала заявление в полицию со скринами этих комментариев и считаю что надо дело довести до конца если я просто все это удалю да то может быть мне потом полиция скажет что вы придумали этого человека где где он то есть я не хочу во первых саму себя подставлять тем чтобы удалять этот ник сблокировать его пусть продолжают писать я очень надеюсь что полиция все-таки вычислить что это за человек что у него в голове и как-то накажет я не знаю хоть не на самом деле мало верится в то что полиция будет этим заниматься но тем не менее у нас есть статья в российской федерации о клевете и такие люди должны по идее до получать наказание за клевету за оскорбление необоснованной ничем и либо штрафом либо исправительными работами зависимости от того как решает суд поэтому у меня большая просьба если вы читаете комментарии наталья наталья имейте ввиду да что человек живет в голове со своими выдуманными персонажами которые никак со мной вообще не связаны и не связаны с блогерами дзена это просто поток сознания человек вообще никак меня не слышит не воспринимает то что я и отвечаю она просто живет в своем мире она продолжает говорить как мантру одной тоже по нескольку раз это уже даже не столько оскорбление сколько спам на канале самом деле надо было просто самого начала заблокировать и удалить чтобы не смущались люди которые здесь сидят и сейчас на самом деле уже поздно удалять так как кисть я заявление написала и скрины приложила то нужно как-то вычислять этого человека далее я хочу снова и снова поговорить о психопатах что это за люди как они вообще воспринимают эту реальность ну и к слову да теориях заговора друзья мои человек который находится в своем мире его невозможно никак вывести на диалог он живет там они здесь он в своих фантазиях придумывает своих врагов своих фантазиях придумывает теорий заговор и если вы начинаете контактировать вы не найдете там точку диалога там либо . конфликта либо вообще просто глухая стена поэтому если вы например сталкиваетесь с психопатом нужно вообще не погружаться в его бред не погружаться в его фантазии во первых потому что это заразно чем больше вы контактируете с таким человеком тем больше вы погружаетесь в его искаженную реальность тем больше вы сами заражаетесь поэтому если вы видите что человек немного не в себе попробуйте абстрагироваться от него и не воспринимать его буквально буквально то что он говорит никак вас не касается никак не связано с вами с вашим именем потому что такому человеку хоть паспорт покажи хоть встань перед ним он все равно будет говорить свое вот этот весь свой поток бреда который у него запрограммирован понимаете это очень страшно на самом деле да и никому не пожелаешь таких состояний бредовых и как на это реагировать просто блок ну если вы например сталкиваетесь таким я считаю просто блок но у меня просто другой случай когда если уж начато дело надо довести его до конца поэтому если видите эти комментарии просто пожалуйста не обращайте на них внимание понимаете да в каком состоянии человек находится что у него за головой и если хотите можете воспринимать это просто как пример пример того до чего до чего человек может дойти в своих фантазиях если не воспринимать мир и реальность за объективность воспринимать свои собственные фантазии за реальность спасибо за внимание